доброе утро дорогие подписчики сейчас раннее утро 730 мы собираемся в тбилиси леру я уже отправил на поезде в тбилиси она села на такси проводил ее поедет на поезде а я буду отправляться до тбилиси на как обычно на скутере будет очень не близкая дорога поэтому нужно будет подготовиться сейчас сесть собраться и доехать посмотрим на сколько доберется лера хотя лера я знаю за сколько доберется за 6 часов я доберусь на скутере не знаю за сколько потому что расстояние 460 километров составляет и это не на комфортабельной машине ехать а на скутере которым передвигаются основу по городу поэтому сейчас сажусь и буду отправляться всем хорошего просмотра вот так я выехал встретил рассвет на улице еще прохладно 14 градусов на час солнышко выйдет до конца и станет цепло смотрите как с утра красиво не знаю груда с картинкой или нет эту дымку теперь посмотрите какая здесь погода посмотрите где проезжал видите облака вот горы где было туманно это вот я ехал здесь в тбилиси осталось 294 километра на трассе у нас лошади конечно же и жеребенок маленький здесь можно снимать кино а вот там вдалеке видно горы не знаю передастся вам или нет попробую приблизить что вам показать эти какие горы они уже заснежены по пути вот находятся такие маркеты на дороге которые продают кувшины под вино или как правильно назвать их сосуды под вино тут на обочине рыбачить мужики на горные речки а 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 и а а а А может быть сразу в Ереван поехать? Или в Баку? Все, я уже добрался в Тбилиси Это был некий челлендж Кто приедет быстрее в наш отель Я либо Лера Я ехал на скутере Как я вам говорил А Лера ехала на поезде Который идет в Батуми Тбилиси двухэтажный Получается Я выиграл, жду ее сейчас Вот наш отель На заднем плане Сейчас я дождусь И будем заселяться А вот и Лера приехала Поэтому я победил Здравствуйте Сколько там? Багажники? Багажники Она с этой стороны А вот и Лера Приехала Я победил Пошли Я просто такси долго ждала Нет, я победил в любом случае Я заехал еще не на тот вокзал Я заехал Я не сказал ждать стоять В смысле ждать? Я не на тот вокзал приехал Я себе сразу Так я в городе уже был Я на заправку приехал А что у тебя с глазами? Что у тебя с глазами? А что с ним? Красный Красный Сильно Ну, доложи Не надо Доложи просто Приехали мы вот Вэлли Моделс Сейчас Зашла Лера Потом После нее зайду я Посмотрим Что скажет мне Я новичок В модельном агентстве Я занимаюсь Именно Видеоблогом Поэтому мне Будет очень интересно Попробовать В модельной сфере Именно поэтому Мы здесь Посмотрим Что нам скажут Лера договорилась На два часа Я приду Без предупреждения Посмотрим Как меня примут В этом агентстве Что скажут Также интересно Как они относятся К татуировкам В моем теле Значительное количество Татуировок Это Это где-то Является Плюсом Где-то Наоборот Минусом Мне будет тоже Очень интересно Что мне скажут По поводу татуировок Модельное агентство На улице Николадзе 6 Такой вот Небольшой Здесь дворик Такая вот дверь Лера уже зашла Сейчас я тоже А пока жду Лерк Ну все ребята Ура Подписали контракт С AC Models Теперь Мы Официально Модели Я уже Сейчас Приехал На съемку На свою Первую съемку Не фото А именно видео Для гостиницы Не могу я выбраться Со своей гостиницы Мы тут Первые Постояльцы Поэтому Все закрыто Я хотел выйти На улицу И дверь К сожалению Закрыта Зато Зато Есть Небольшие Плюсы Мы тут Первые Кто остановился В этой гостинице Потому что Мы с обеда Снимали Здесь Здесь проходили Съемки Для Этой гостиницы А сейчас Как я понял Кроме нас Тут Никого Нету Поэтому Нужно Кого-то Срочно Найти Чтобы Мне Открыли Дверь В Улицу Хотя бы Выйти И вообще Интересно Завтра Мы выберемся Или нет Вот так Целая Гостиница Для нас Двоих Первая Правда Тоже Была на съемке Очень сильно Устала Я тоже Шесть часов Мы ехали По Тоне Тбилиси И Сразу же На съемке Тут вообще Кто-нибудь Есть Живой Просто Пустое Огромное Здание Пустая Огромная Гостиница Тут вообще Есть кто-нибудь Живой Один Хожу по коридорам Пытаюсь найти Хоть уборщицу Хоть кого-нибудь Тут вообще Никого нет Может быть Пожарная Лестница Тоже Закрыта Да Ситуация Может меня Охранник Найдет Выход Должен быть Где-то А его Нет Представляете Вроде пожарные Есть Но они Закрыты Все Дерка Уже Спать Легла Это я Пытаюсь Выбраться На улицу 10 часов Все Комендантский Час Нужно Ложиться Спать Видимо Потому что Завтра Еще одна Фотосъемка А я Тут гуляю По ночам Нельзя Ночью Назвать Вечер 10 часов Ну На нашем На третьем Этаже Никого Нет Попробуем Пробраться На второй Этаж Может быть На втором Ко-нибудь Есть На Попробуют Так Теперь Второй Этаж Втором Этаже Тоже Тихо Охранник Конечно Мог В магазин Выйти И Закрыть Дверь Входную Так Никто Же Не Живет Нам То Самое Главное Чтобы Завтра В Десять Был Выход Тут Вообще Еще Ремонт Идет Везде Красиво Такие Картины Еще Не Доделали Хожу Изучаю Все Думаю Вдруг Мне Повезет Такие Вот Истории Модельные Вместе С Блогом Я Очень Надеюсь Что Я Смогу Совмещать То и Другое Вот Какая-то Дверь Есть Тут Просто Просто Дверь Вот Тренажерный Зал Нашел Тренажерный Зал Тут Другие Картины Уже Красочные В общем Ночное Видео Ответы Прогулка По всей Гостинице Тренажерный если только ветер единственный оратор выступит могу выступить я хочу чтобы не открыли дверь пожалуйста входную так подсвечивается мира помощи вот таком штуке мы едем на первый этаж может быть кто-то вернулся есть первый этаж мы обошли 3 2 сейчас 1 обойдем джейтаж это выход на улицу сейчас мы первым ситуация похожая я видел тут пылесос постараться то может я кого-нибудь и найду и она в номера ломиться то нет смысла потому что никого нет то есть пылесос видите ли он или нет пылесос но он тут есть пока кого он только нашел это только пылесос придется ехать на этаж джи и сидеть там ждать еще недавно мы тут посмотрели но это наверное сейчас уже все посмотрели игра в кальмара не сейчас мой выход на улицу очень напоминает игру в кальмары я как будто заключенный в гостинице и пытаясь найти свой выход и на самом деле гостиница очень крутая вот здесь будет жить прям кайфа ну никого нету такой вот холл здесь можете посмотреть что еще из интересного это здесь чекин ты чекинишься сам с телефона и оплачиваешь карты здесь и получаешь ключ вот так выглядит это все дело здесь находятся барные комната внизу там кухня а здесь как я понял гости будут кушать такие дела а здесь мы видим уже улицу куда куда я не могу выйти почему-то и я смогу просто все правильно сделали закрыли дабы обезопасить нас закрыли теперь в гостинице только я 1 и лера для распит поэтому один я не спящий сижу жду на точке g на своей возможно не повезет не это все фигня главное чтобы с утра был открыт все заехали забрали наклейки теперь у меня целых 200 наклеек своих есть сейчас вам покажу одну уже наклеил на детской площадке теперь можете искать везде наклеить приехали мы фабрику которые посоветовали нам наши друзья хотим покушать посмотреть вообще какое вот здание проходим с граффити сейчас пройдем и и посмотрим какой тут фудкорт как выглядит тбилисская фабрика дэн как и обещал я тебе клею наклейку в очень известном месте фабрики поэтому сейчас я покажу как она будет выглядеть на фоне других наклеек смотри это специально для тебя и мы приклеим моего вот сюда наша наклейка и здесь мы приехали сюда покушать но так как мы не хотим есть фастфуд нам придется ехать дальше и и и и и и и и и а сейчас мы приехали на первую съемку уже в тбилиси после модельного агентства после подписанного контракта нас позвали отфотографироваться а потом я буду дальше отправляться на первый кастинг магазин одежды посмотрим что там скажет подойду я или нет на этом кастинге а пока занимаемся фотосъемкой я уже от фотографировался первый раз сижу жду теперь фотографирует леру отдыхаю на балкончике и фуин без пивасика правда пивасик мне теперь пить нельзя только можно свежевыжатый сок или как это ты 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, что за фигня, я иногда чувствую вкусы, иногда не чувствую. И так же с запахами, но запахи я вообще перестал чувствовать. Вкус до этого ел шоколадку, она была без вкуса. А теперь ел банан, и он со вкусом. Вот такие дела. Вот так мы приехали с Тбилиси. Зато сделали немного важных дел.